В Наринмаре завершился фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка». Выступления артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Ярославля стали настоящим праздником для детей и взрослых. На протяжении трех дней они веселились и знакомились с искусствами разных жанров – акробатикой, пантомимой, ездой на уницикле, карнавальными танцами. И даже погода в столице Заполярья не испортила настроение артистам и участникам фестиваля. Погода в субботнее утро скорректировала все планы. Второй день фестиваля уличных театров «Арктическая скрепка» с площади Маратсей переносится во Дворец культуры. Организаторы в спешке настраивают технику. Артисты спокойно репетируют. Мне лично для хорошего выступления нужно просто большая площадь, пространство и дети. И чтобы все отошли, не мешали, и мы найдем чем с ними заняться. И будет весело, рок-н-рольно. Веселье началось прямо в фойе первого этажа. Звук пластиковых бутылок заполнил буквально все пространство. Это артисты готовят зрителей к масштабному карнавалу. От бутылок маракасов не отказались даже взрослые. На лице немного растерянная, но довольная улыбка. Такого творческого безумия в Наринмаре еще не видели. И пока неизвестно, чем оно закончится. Одна из главных задач фестиваля уличных театров – вовлечь в действие как можно больше народу. И кажется, у этих артистов все получается. Концентрация улыбок на один квадратный метр зашкаливает. Здесь каждый становится артистом и участником перформанса. Когда зрители разогреты и готовы к восприятию еще неизведанного искусства, уличные артисты увлекают их на второй этаж. Карнавальное шествие начинается. Под звуки зажигательной самбы танцевальный па делает даже самый немузыкальный человек. А когда мастер-класс проводят профессиональные танцоры, удержаться просто невозможно. Мы немножечко мы не заморожены. Нас нужно расталкивать, нас нужно зажигать этот народ наш. И мы будем ближе к нему. Расскажи, как тебе праздник? Супер! Что тебе нравится? Все нравится! Посмотреть на искусство уличных артистов приехали зрители со всего округа. Ведь такого масштабного зрелища в регионе еще не видели. Очень нравится. Недавно пришли, приехали из Красного, поселка. Очень много впечатлений, очень нравится, очень весело, хорошо. Ну, просто супер! Конечно, программа фестиваля рассчитана прежде всего на детей. Они – главные виновники этого праздника. Впереди школьные уроки, домашние задания и ответственные экзамены. Поэтому дозу положительных эмоций нужно получить сегодня. Застенчивые мимы, изящные акробаты и веселые клоуны захватывают сразу и бесповоротно. Такова задача уличного артиста – расположить зрителя в любых условиях. Все артисты были уже готовы к тому, что пойдут по улице, по лужам. Вот если нам сказали, что будет снег, мы бы все равно пошли. Даже если бы ваши жители смотрели на нас и с окон, и просто махали, мы бы все равно пошли в этот дождь. Живое театральное представление разворачивается и на главной сцене Дворца культуры. Здесь жители Заполярья знакомятся с искусством пластического театра. Выступления артистов арктической скрепки стали грандиозным событием в жизни Наринмара после летнего затишья и лучшим подарком для детей в начале учебного года. Как говорят гости фестиваля, с полученными улыбками, эмоциями и новыми впечатлениями пережить заполярную зиму будет намного легче. Валентина Чибичик, Сергей Качегов, Телеканал Север.